Всем привет, вы на канале CryptoCommons и надеюсь у вас все ништяк, с вами Гринни и погнали сразу к контенту. Конечно же не забудьте жамкнуть лайк, подписаться, навалить комментариев и всего прочего. Ну что, ребята, смотрите, как я и говорил вчера, точно, exactly, как я вам и говорил, надо было откупать Dash вчера ниже 500 тысяч сатоши, потому что мы нарисовали здесь перевернутую летучую мышь. И, ну, можно это, конечно, как кое-что другое назвать, но я бы не стал. И в целом цель это, на самом деле, To The Moons, и я докупал Dash, но Dash, как вы знаете, пока возможно докупать, особенно с маржой, только на Binance, поэтому, собственно, дорога вам на Binance, ссылка на него в описании, чтобы докупать там Dash. А также хочу вам сказать, что на Bybit идет регистрация на пятую серию недельных соревнований, вот 11 дней еще идет регистрация. Все, что нужно, это иметь на балансе Bybit всего-то 0.01 BTC по сумме всех валют, то есть можно в эфире, в рипле, в чем хочешь держать. И нажать вот здесь регистр now, и все, вуаля, вы зарегистрированы, и можете принять участие в этой истории. Ссылка на Bybit в описании, здесь вот 7-дневное состязание, очень прикольное. Торгуете, как вы обычно торгуете, и получаете вот эти миллионы призов, даже если сотые, двухсотые места занимаете, получаете призы в крипте. Ну вот, собственно, что, Dash у нас полетел, на самом деле, Dash, насколько вы помните, наверное, если смотрите, меня у нас мега недооценен на недельках, посмотрите. Dash находится просто вообще на днище, поэтому ничего не поменялось, собственно, как и здесь оно было, и здесь, и здесь, все туда по плану идем. Так что, кто хочет нарубить крышечностных иксов, дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но тут только слепой не видит, что мы в зоне накопления. Вот, по битку что? Ну, по битку небольшая просадочка пока имеется, да. Кстати, давайте взглянем на индикатор MarketCypher, это криптофейсовский индикатор, кто знает криптофейса, это его китайская копия. Меня просили многие сделать по индикаторам разбор, скоро будет подробный обзор по всем индикаторам, что я юзаю, но конкретно, вот если мы посмотрим на Dash, на часовик, то тут уже зеленый money flow, зеленые точки, в общем, все очень-очень по быче смотрится. И кто хочет побольше узнать об этом индикаторе, обязательно подпишитесь на Russian Family of MarketCypher, это Russian CryptoFace Family, канал наших друзей, ссылку оставлю в описании. Вот здесь очень подробно про этот индикатор, как им пользоваться, на нем реально можно делать крышечностные иксы, особо не напрягаясь, просто на ночь сделку оставлять и идти спать. Так что зацените, обязательно посмотрите их видосы, и у нас был уже стрим с товарищем с этого канала, я думаю, что мы обязательно повторим. Стримчанский был офигительный, вы можете найти где-то неделю назад у нас на канале, мы полночи с ним беседовали и рассматривали этот MarketCypher. Короче говоря, хороший индюк, и на разных таймфреймах, если его смотреть, то он дает достаточно сильную картину, вот он всякие дивера показывает, точки, зеленые кресты, желтые, когда манипуляции и так далее. В общем, у меня тоже есть урок, поэтому гляньте его обязательно. Дальше идем, но тем не менее биток у нас пошел колбаситься во флет, биток пошел колбаситься во флете, как мы и ожидали с вами, собственно, точно как мы с вами и ожидали, вот, что будет либо отскок, либо флет, либо вниз. И вот отработал блоковик. Но на самом деле, смотрите, у битка потенциал для падения-то он ограничен, я еще раз говорю, ну может он дипануть чуть-чуть, ну может, может чуть-чуть проколит. Но в целом-то мы же понимаем, что это все тузамун. И те, кто не понимает, что сейчас идет бычий рынок, ну это просто, я не знаю, дебилы. Вот те, кто пишут, что... Короче, я не буду повторяться, ребят, вы все знаете, что я говорю, посмотрите мои предыдущие видео, если что. Я бы вот вам другое сказал, что на самом деле к доллару вроде все начало проваливаться, а к биткоину на самом деле норм. Биткоину-то все удерживается, поэтому я ничего не менял. Но при этом надо быть осторожными, потому что доминация биткоина, конечно же, вроде бы собралась на отскок. Что это значит? Что сейчас биткоин за тузамунит сильнее, и многие альты, наверное, будут в просадке. Но, ребята, еще раз говорю, у вас есть своя голова на плечах. Даже если он за тузамунит наверх, он в какой-то момент все равно потом пойдет медленнее, чем альткоины, и альты начнут сильнее качать. И то, что мы сейчас видим, мы видим, что вот, Dash BTC поднялся на 8%, и фирк биткоу, ну, пока на 1%, но тоже до этого, смотрите, как он сильно поднялся. И все вот эти вот пампы альты, они на самом деле не мешают доминации-то даже отскакивать, потому что там в доминации сидит куча всяких саланы, маланы, только доты, шмоты, все вот эти перекупленные альты, тот же бинанс, тот же дотш, они будут их сдувать, доминация будет продолжать отскакивать. Но при этом Dash может за тузамунит еще сильнее, и вы его даже не увидите здесь на графике доминации, потому что его доля очень низка. Если Dash за тузамунит, это будет вот такая свечечка на доминации, если Dash даст несколько иксов. Так что не думайте про эту доминацию сильно, не парьтесь. Долгосроки, ну, в средней сроке, конечно же, все-таки. Недокупленные альты лонг, перекупленные альты шорт, если хотите. Но я не шорчу перекупленные альты, только доджкоин, наверное, буду шортить. Смотрите, биткоин кэш где валяется, вообще, ну, тут к гадалке не ходи. Вот, биткоин кэш к битку, ну, просто тоже накопление, только выходит из накопления, посмотрите. Поэтому я еще раз говорю, этим альтам ничего не помешает тузамунить на фоне падающих других альтов и растущей доминации. Это мое личное мнение, а не финансовый совет, дисклеймер. Вот, также хочу напомнить, что на бирже Femex все вообще очень прикольно сейчас происходит. Ну, вот у меня немножечко биткоин лонг пошел в минус, потому что я поздно впрыгнул. Вот так держу золото лонг, держу лайткоин лонг. Лайткоин лонг вообще шикарно зашел, прям по 128. И по 175 сейчас вот держу, он до 200 доходил, ликвидация 8 долларов, 70 половиной. То есть, ну, ликвидации нет, как бы, понимаете. Поэтому вот так надо торговать аккуратненько в кроссе. Кто спрашивает, почему в кроссе, вот поэтому и в кроссе. Вот, биток сейчас будет сильно падать, тоже доберу, наверное, еще ликвидация двадцатка. Ну, короче, все безопасно. Также золото лонг усреднился по 1800, потому что выходил. Сейчас 1900, ликвидация 1330. Короче говоря, Femex очень удобная биржа, где вы можете торговать и криптой, и золотом, и всеми вот этими монетами. Вот, они, кстати, залистили новые монеты. Косама, GRT, всякие такие. Так что посмотрите, ссылка на Femex в описании. Обязательно прицените. И также абузор на эту биржу и на ее полезную функцию Bracket Order, сейчас появится сверху, тоже обязательно прицените. Очень он полезный будет для вас. Вот, ну, по Дашу еще раз говорю, это Binance. Все то же самое. Так что, что тут скажешь-то еще, ребят? Не знаю, подписывайтесь к нам в Telegram, чтобы не пропускать всякие крышесносные алерты. Я иногда делаю, когда не успеваю видео, иногда делаю алерты. А, ну вот ION, помните монетку? Тоже она, посмотрите, в крышесносном накоплении. Я вчера добрал ее немножечко. Она находится, если посмотреть отдалиться, на недельках она находится на суперлоях. К доллару-то она уже вон пошла, а к биткоину она вообще еще на супер-суперлоях находится. Почаще, смотрите, вот такие отдаленные недельные графики. Вот. Так что я набираю все. Это Basic Attention набираю, XLM набираю. Все то же самое, что я вам говорил, набираю. Сегодня попозже вечером постараюсь сделать стримчанские для вас. Побольше рассмотрим все эти монетки. Ну а пока, наверное, у меня все. Пишите в комментарии свои монетки, которые вы накапливаете. Как вы смотрите по быче, по медвежьи сейчас на альты к биткоину. Потому что, мой взгляд, еще раз, что альты к биткоину только-только выходят из медвежьего рынка. Ну вот, достаточно взглянуть на Dash BTC, это видно. Ну и все, до следующей встречи. Всем профита, пока. Субтитры подогнал «Симон»!